64-летняя Татьяна Суслова на пенсии уже несколько лет. Однако без дела не сидит, ведет активный образ жизни. Вот и сегодня она пришла в городской парк, чтобы поучаствовать в спартакиаде. Движение для нее превыше всего. Женщина посещает центр соцобслуживания Ленинского района и занимается здесь в различных кружках по интересам. Я вообще по жизни все время любила спорт, но заниматься им было некогда. Абсолютно только в школьные годы. В рабочее время физически была работа тяжелая, просто я не в состоянии была. Семья, дети, внуки. А на пенсии, конечно, уже время позволяет. Спартакиада объединила два десятка людей в возрасте 60 с плюсом. В состязании на свежем воздухе участвовали четыре команды из Бобруйска района и Кировска. Задания для них организаторы придумали самые разные. Поупражняться с мячом, пострелять в тире, сыграть в пейнтбол, преодолеть препятствия. Люди очень интересные, интеллектуально развитые. С ними очень интересно работать. Все на позитиве. И я думаю, что вот такие мероприятия, которые проходят, еще больше сплочают, объединяют людей и дают, конечно, посыл на длительную здоровую жизнь. Гость из Кировска Александр Григорьев убежден, быть здоровым – это действительно здорово. Мужчине 72 года. На заслуженном отдыхе он продолжает работать строителем, но находит время и для души. Сейчас я более-менее спокоен. Я могу заниматься не только физической работой, но и какими-то другими. Чуть-чуть на гитаре подсыпать, стишки какие-нибудь и так далее. То есть живу, корреспонденция, всевозможные газеты, журналы, интернет. Поэтому жизнь бьет ключом. По итогам состязаний в Спартакеаде победила дружба. Однако приз зрительских симпатий достался команде территориального центра соцобслуживания населения Первомайского района.